Я работал тогда в Толстовском музее, со мной работала жена одного из секретарей Союза писателей. И вот я ее попросил, со мной работала жена уже покойная Шура Анинская, Льва Саныча Анинского, замечательная женщина. И вот эта жена, как же его звали, как же была его фамилия, ну такой крупный секретарь правления Союза писателей, а тогда в те времена это была огромная фигура. Ну в общем, я как-то поделился с ней своими заботами, с тем, что хочу попасть в семинар Петра Васильевича, и она обещала помочь, помогла, через мужа, естественно, которого я знать не знал. Из гостей семинара я вот вспоминал уже Василия Ивановича Белова, которого мы с нетерпением ждали, и которого ожидали увидеть, ну, так сказать, после плотницких рассказов, прожили и были, после жили и были, ожидали увидеть тоже, по крайней мере, таким огромным мужчиной, а увидели такого тоненького, бородатенького и такого застенчиво располагающего себе человека, который вошел, я помню, в эту же аудиторию, как мне кажется, и сказал, что да, теперь я понимаю, что такое храм науки. Это, конечно, после здания Литой Института показалось совершенно чем-то иным. А Вадим Валерьянович, действительно, одно из самых интересных заседаний, оно было посвящено рассказам Вадима Валерьяновича Кожанова о Михаилу Михайловичу Бахтине. Мы еще обсуждали, как сейчас помню, знаменитый портрет Эйнштейна с высунутым языком, и, так сказать, интерпретировали этот, так сказать, жест физика. Это, надо сказать, весьма негативно. Нам этот портрет не понравился, вот этой вот своей дерзостью, обращенной к человечеству. Но не надо думать, что мы были уж такими, какими-то в те годы ортодоксальными, потому что читали мы, слава Богу, в большинстве своем очень много, и читали очень разнообразную литературу. И еще я очень хорошо помню, что Петр Васильевич приносил на занятия семинары книжки Василия Васильевича Розенова. И вот тогда, собственно, и состоялось. Предоткрытие, конечно, было и до этого. И до этого, когда я работал в Толстовском музее, там была великолепная библиотека. И вот я там очень многие книжки, в том числе, такие, ну, интересные для моего тогдашнего возраста, «Люди лунного света», «Мире неясного и нерешенного», все эти книжки с залпом прочитывал, потому что их даже давали домой. А еще я там, как сейчас помню, первый раз прочел «Философию общего дела» Федорова. Ну, много чего из того, что тогда как-то так в свободном доступе, как говорится, в спецхране только был. Но в Ленинку мы тоже ходили. Так вот, разговор с Вадимом Валерьяновичем, конечно, был, ну, Вадимом Валерьяновичем я все-таки не очень близко, но знаю, знал много лет. И бесспорно, одной из главных его человек была увлеченность чем-то и кем-то, всегда кем-то. Отчасти антипудом в этом смысле, вот я знал одно время Юрия Федоровича Корякина, вот он тоже всегда увлекался. Ну, Вадим был, конечно, иным человеком, и по образованию Корякина, хотя, в каких-то, ну, я не люблю работы Корякина о Достоевском, они все построены на актуальности, что называется. Сформенности. Да, они горячие, что называется. Хотя, конечно, последняя перестроечная жизнь показала, что Корякин, ну, извините, не очень был умен и мудр. Ну, в общем-то, конечно, нет. Вообще, у нас была такая градация. Вот этот вот знаменитый выпуск, Полиевский, Бочаров, Кожинов, Гачев, мы, так сказать, для себя вот этот гамбургский счет составляли. Вот, вот Гачев то ли кемий, то ли заговаривается. И это бесспорно. Самое умное бесспорно – это Полиевский. И, по сей упору я с этой оценкой соглашусь, Петр Васильевич всегда был необыкновенно. Порой очень холодно умен, что и говорить, очень холодно. Но блестяще было. Совершенно блестяще. И, конечно, образованность у него. Он по первоначальному образованию американистом. Все европейские языки у него. Я с ним бывал в поездках и просто видел, на каком хорошем немецком он беседует с немцами. Ну, и так далее, и так далее, уж не говоря об английском. Вадим Валерьянович увлекался, ну, надо потом будет рассказать вам и байку про посещение, по-моему, были. Да, Сергей Георгиевич – это, конечно, театр-увет в смысле погружения в текст, в смысле интерпретации текста. И, ну, если я что-то вот в этом смысле сделал, то во многом благодаря работам, конечно, Бочарова, который мне открыли, который мне открыли, ну, то, что называли тогда поэтикой, тогда многие именно ею занимались, потому что, ну, иным заниматься было гораздо труднее. И, разумеется, а Вадим был такой хулиганистый, хулиганистый, яркий, самым ярким, бесспорно, среди всех. Хотя трудно сказать. Гачев, конечно, Гена, когда начинал говорить, это производило впечатление такой ликующей пихии. Он вещал и вещал. С ним сравниться мог только, когда он бывал в ударе, Сергея Сергеевича Аверинцева, вот лекция которого я тоже слышал, слушал, потом вот общались в институте. И это, конечно, ну, это догаданцы были чистые, конечно. Аудитория Вадима была скорее, и он сильнее всего Вадима Валерьяновича, был вот в такой полудружеском в основе своей хотя бы кругу. Не знаю, как воспринимали его студенты, думаю, впрочем, хорошо. Потому что он, вот всегда в самых сложных, там, комментаторских моих трудах, я человек более академический, и как бы стал, может быть, со временем, хотя нет, и тогда уже был. И вот когда у меня, я не очень как-то так рисковал тревожить по телефону Вадима Валерьяновича, но если я не мог найти и восстановить, чью поэтическую строчку мне надо комментировать, я, так сказать, ну, как бы скрипя сердце, я звонил, рисковал звонить Вадима Валерьяновича, и никогда не было, чтобы он ошибся, чтобы он даже затруднился. Русскую поэзию он знал, такое впечатление, что все, мы везусь. И какие-то соревнования, помню, по этому поводу, но уже, наверное, не в семинаре проходили, когда, а это, кажется, уже Цедреловские какие-то воспоминания, когда его пытались поймать в каких-то строчках и ни разу не смогли срезать по Шукшину. Так что в этом смысле он был феноменальным, конечно, человеком. Нет-нет, вот самый такой, с этим блеском холодный голубой глаз, Вадим перед нами на семинаре, я возвращаюсь к семинару, он просто взлетал перед нами, и мы все время перехватывали такой умный, хитрый взгляд Петра Васильевича, направленный на Вадима, но любовный взгляд. Надо сказать, он к нему очень-очень хорошо относился. Ну и вот-вот там произошел тот эпизод, о котором я рассказывал, когда рассказывая, опять же рассказывая об открытии Бахтина, это корректно мне рассказал о том, как он в Бахтина в Саранске спал рядом с батареей сверхгорячей, а Вадим рассказывал вот о том, как он открывал Бахтина и тоже ездил к нему, по-моему, если мне не изменяет памятность. А мне это памятно другое, посещение Бахтина уже через Андропу. Людочка моя когда-то с семинаром Турбинским, когда уже вопрос решался о приезде Бахтина, то ли в Москву, то ли поближе к Москве, они где-то, то ли в Чепелево, в доме престарелых, комнатку для Бахтина семинаристы, чистили, ремонтировали, обои клеили. Но он, к счастью, через Ирину Владимировну, Ирину, нет, Юрий Владимирович, значит, Ирину Юрьевну, Андропу семинаристскую Турбинскую, он получил вот эту вот свою знаменитую квартирку на первом этаже, Дворницкую, где его уже опекала Ляля Мелехова. Однажды Михаил Михайлович захворал, и это действительно характерная история, и скорее всего, ну, я там был, там был, по-моему, Турбин, Кожанов, ну, и стайка, значит, студентов, которых позвали. И мы посещали Кремлевку, ЦКБ, где лежал, значит, Михаил Михайлович Бахтин. И вот я очень хорошо помню, как мы вошли, он, значит, там, сколько, ну, действительно хорошо помню, мы вошли в какой-то холл, номер, где он лежал, в этом холле на кресле висел какой-то генеральский китель с этими огромными звездами, и справа, по-моему, к Михаилу Михайловичу, а слева вот к этому весьма симпатичному генералу, который замечательно нам ответил на вопрос, где Михаил Михайлович, он сказал, ну, как всегда у женщин, сказал генерал. И мы потрясенные, надо сказать, не только мы были как-то так изумлены, но, по-моему, Вадим Валерьянович был изумлен, и мы, значит, отправились, куда нам было указано. И застали картину, которая стоит перед глазами, по чью пору. Там же надо вспомнить, что в ЦКБ лечились, или же просто как-то так пережидали что-то, жены и любовницы всех секретарей партии со всего мира, разнообразные женщины и по, ну, как бы сказал какой-нибудь, ну, не знаю, писатель 20-й, и по фактуре своей, по конституции, по цвету кожи и по одеждам. И вот мы увидели тоже большой холл, ну, это уже, видимо, холл отделения, где стояли такие, тогда они были вниковинкой, угловые диваны, по-моему, таким каре, и вот все эти женщины общались между собой, и речь шла, ну, совершенно явно, о каких-то одеждах, о каких-то нарядах. Они их демонстрировали, надо сказать, в состоянии в таком, ну, достаточно легкомысленном, будучи одетые. А посреди них, как столбик, возвышался, нет, он, по-моему, все-таки сидел, Михаил Михайлович Бахтин, в казенную, ну, добротную, очень, там, по-моему, халате или пижаме, и переводил, переводил там, вот, так сказать, вот все эти перекрестные разговоры с одного языка на другой. Картина была, конечно, неописуемая, интересная, потому что, ну, представить себе, конечно, ну, мы все-таки почитали безмерно, конечно, разумеется, и Бахтина, и, конечно, очень забавная, потому что там можно было потеряться от вот этих полуобнаженных женских тел, и мы, конечно, терялись, потому что там очень эффектные были, как сейчас, помню, надо сказать, мулатки там какие-нибудь, вот, и, конечно, от этой струга такой, и совершенно спокойной в этом смысле фигуры Бахтина, увидев, что к нему пришли гости, он извинился перед всеми на разных языках и покинул это общество. Да, забавное воспоминание. И, конечно, и, конечно, и, конечно... Возвращаясь к семинару. Да, возвращаясь к семинару. Когда Валерий сказал, что Достоевского... Да, что проблема поэтики Достоевского, а я же еще успел поработать и в Худлите, кстати, составлял именной указатель, что у меня отражено в первом издании творчества Франсуара Аблия Бахтина. А книжка, по-моему, должна стоять на фонке, вся она у меня была исчеркана, именно когда составляла именной. До этого. Нет, корректуры, конечно, ушли, но неважно. Так вот, когда Вадим Валерьянович в увлечении стал говорить о том, что я вот перечитал там три или четыре раза проблемы поэтики Достоевского, ну, я имел дерзость сказать, Вадим Валерьянович, лучше бы Достоевского самого перечитали. Потому что я уже со многим авторитетом не соглашался и при всей, и слишком модным вдруг становился Бахтин, а, ну, по-разному, так сказать, ну, я от возраста к преимущественно идущим причинам, я как-то всегда вот таким модным фигурам себя противопоставлял и при фоне, и всему остальному. И потом я помню, что вот тот голос, в котором Бахтин, который Бахтин отнимал у Достоевского, голос авторский, я почему-то читаю очень, ну, со школы Доскомьи, по-моему, я любил Достоевского, я слышал всегда. И, может быть, именно поэтому я никогда ничего не писал от Достоевского. Вот именно из-за того, что авторитет Бахтина как-то надавил, и все это у меня ушло. А работу о Гоголе, кстати, ну, тоже не считаем такой уж большой. Хотя, конечно, фигура огромная. И тут Вадим как-то так, по-моему, первый раз Вадим Александрович обратил на меня внимание. Хотя это ни к чему не привело. Ну, мы вот общались, я был, по-моему, на Молчанова у него несколько раз и с Еленой Владимировной в хороших отношениях. И она приветлива ко мне, да и я не... Но, ну, чтобы говорить... Вот Сережа Небальсин, конечно, с ним очень был близок. Субтитры создавал DimaTorzok